Общеизвестно, что просвещению народа всегда уделялось большое внимание. Еще в дореволюционное время были попытки создать специальное общество, на котором профессора и преподаватели различных учебных заведений могли читать лекции для всех желающих. В 1863 году при Московском университете появилось общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. А почти сто лет спустя, 7 июля 1947 года, было учреждено Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, в состав которого вместе с учеными вошли деятели культуры, врачи, педагоги, инженеры и другие представители интеллигенции. Задача была поставлена распространение научных, научно-технических знаний среди населения. Ну и сейчас мы занимаемся этой же преднаметной задачей, стоит, но в более широком смысле это просветительство по всем отраслям знаний, которые есть. История общества знаний началась с того, что 1 мая 1947 года в центральных газетах СССР было опубликовано обращение ко всем деятелям науки, литературы, искусства, научным, общественным и другим организациям и учреждениям Советского Союза, подписанное президентом Академии наук СССР Сергеем Ивановичем Вавиловым. Видными учеными, общественными деятелями и работниками искусств страны. Авторы призывали интеллигенцию Советского Союза создать всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Уже 12 мая в Москве состоялось первое заседание Организационного комитета общества, на котором было принято решение создать республиканские общества и их отделение в крупнейших центрах страны. В нашем городе отделение общества знаний появилось в том же году, в сентябре. У нас лекции мы проводим и в выездные, и в аудиториях молодежных, школьных, студенческих. Работаем с пожилыми людьми. Мы также занимаемся образовательной деятельностью. Образовательная деятельность – это повышение квалификации специалистов наших предприятий, учреждений, организаций. После распада Советского Союза, когда люди были озабочены проблемами более насущными и бытовыми, о духовных ценностях мало кто задумывался. Однако общество знаний России, являясь наследником и правоприемником всесоюзного общества, сумело не только сохранить славные традиции просветительства, но и сберечь свои активы. Сегодня в составе общества знания входит 65 региональных организаций, которые продолжают распространять знания среди граждан нашей страны.